Высказывайте свое мнение. На волне 14.30 АМ. Будь в центре событий. Уважаемые друзья, еще раз добрый день. В эфире «Неполиткорректное ток-шоу». Я его ведущий Анатолий Червец. Участники все те, которые наберут номер телефона в студию 847-4005. Сможем пообщаться. Вы нас можете видеть и слышать на нашей странице в интернете. RadioNVC.com на нашей странице или на нашем канале YouTube RadioNVC. И на странице Facebook, также RadioNVC. Поэтому с удовольствием с вами пообщаюсь. Но сегодня я бы хотел немножко изменить формат нашей программы. И попросить вас дать мне буквально первый сегмент. Для того, чтобы я вам смог рассказать что-то очень интересное. по поводу, скажем так, урока в истории. Ну, а потом во втором сегменте я с удовольствием с вами пообщаюсь. Итак, о чем бы я хотел сегодня рассказать. В основном, конечно же, моя история касается людей, людей, проживающих в городе Чикаго, в штате Леной, в пригороде, в пригородах города Чикаго. Но я думаю, что и даже тем, которые живут в других штатах, в других городах, это будет тоже интересно. Почему? Потому что, в принципе, то, о чем я вам сегодня расскажу, происходит везде, во всех городах, штатах Соединенных Штатов. Поэтому расскажу я вам сегодня о том, что произошло с одним из районов города Чикаго, очень старых районов города Чикаго. История эта начинается с момента Великого Чикагского пожара, который практически разрушил большую часть нашего города. После того, как Чикаго начал восстанавливаться, ну, во-первых, скажем так, что до Великого пожара все в основном постройки были деревянные. После пожара народ понял, что дерево – это не самый лучший стройматериал, и начали создавать очень красивые для того времени, очень прочные дома из так называемого песочного камня или сэн-стон. И в Чикаго построили действительно очень красивые районы с очень красивыми домами, которые именно были типичны для Чикаго. Чикаго – это двухэтажные дома частного порядка, ну, или даже если это не частного порядка, это двухквартирные, то есть по одной квартире на этаже. Дома, те, которые живут в городе Чикаго, именно в городской черте, вы знаете стиль этого дома, многие его называют бунгало. Ну, в принципе, это двухэтажный дом с небольшим подвальным помещением. Так вот, эти дома начали строить по всему периметру города, и где-то в девятнадцатых годах, то есть начиная с 1900 года, в город Чикаго начали приезжать выходцы из Восточной Европы. В основном это были евреи, которые бежали от погромов, и которые, естественно, пытались как-то спасти свою жизнь, жизнь своих детей, своих родственников. И вот те, которым удалось попасть в город Чикаго, потому что, ну, в принципе, мы понимаем, что все приезжали через город Нью-Йорк, через Эллис Айланд, но потом некоторые оставались в Нью-Йорке и оседали, кстати, в нижних районах Манхэттена, так и называется, Лоуэр Манхэттен, в районе Диленси-стрит. Я там очень часто бывал. Мне этот район действительно очень нравится. Почему? Потому что это вот такой типичный эмигрантский район с базарчиками, с магазинами. Я его, вот, Лоуэр Манхэттен, Диленси, это где-то именно вот Диленси-стрит, и где-то 37-я улица, 36-я улица. Я действительно обожаю этот район. Так вот, в Чикаго люди, которые попали в наш город, евреи со своими семьями, облюбовали себе место недалеко от центра города, даунтауна, или как у нас это называется, луп. И такая как петля. Петля почему? Потому что вот этот центр города омывается со всех сторон Чикаго рекой, ривер, которая вот именно создает такую как бы петлю. То есть его можно, луп можно объехать вдоль реки Чикаго-ривер. Итак, оседательные начали в районе, который назвали, ну, скажем так, Северный Лондейл. Хотя этот район был на южной стороне города Чикаго, его назвали North Londale Neighborhood. Для тех жителей Чикаго, которые более-менее представляют себе расположение города, этот район начинался от улицы Рузовелт на севере этого района. Шел он где-то примерно до 18, даже 23 улицы на юге. И шел на запад от озера примерно где-то до улицы Сесеро. Вот такой вот район. От Рузовелт до 23 улицы и от Лейка до... Вернее, не от Лейка, прошу прощения, от улицы Холстед и до улицы Сесеро. Этот район действительно был очень-очень красивый, хорошо оборудованный. Семьи, которые в нем проживали, они занимались в основном тем, что люди открывали свои небольшие бизнесы, так скажем, ресторанчики, магазинчики, фруктовые лавочки, хлебные лавки. Вот такой типичный, скажем, район, вот neighborhood, именно neighborhood. То есть люди друг друга все знали, все общались, все дети росли вместе, ходили в школу. То есть все было замечательно, все было прекрасно. И так это продолжалось с 900-го года, ну, скажем, примерно ориентировочно, там, 900-й, 903-й год. Это все продолжалось до примерно 46-го года. Значит, я уже в своем как-то рассказе про Роберт Тейлор Холмс я рассказал, что, к сожалению, это действительно к сожалению, я объясню, почему. Когда началась Вторая мировая война, а Вторая мировая война началась вследствие, вот, ну, скажем так, не вследствие, а Америка решила выступить союзником во Второй мировой войне. Многие мужчины или мужское население ушли на фронт, и вот женщины в основном остались заниматься бизнесом, производством, то есть производством, в смысле Америка все равно продолжала производить продукцию металлургическую, электрическую и так далее. Так вот, понадобилась рабочая сила для того, чтобы как-то все-таки держать эти предприятия открытыми и производящими что-то. И вот черное население южных штатов, Миссисипи, Алабама, Новый Орлеан и так далее, население, мужское население начало паковать свои семьи и постепенно двигаться на север. Очень многие остановились в районе Сан-Луиса, это на юге штата Иллиной, ну, а некоторые все-таки решили продвигаться туда дальше, ближе к городу Чикаго, так как город был индустриальный, очень хорошо была развита сталелитейная промышленность, чугун, чуть не сказал чугун, чугунная промышленность, то есть нужны были рабочие руки, и вот постепенно люди поднимались где-то к районам Чикаго и постепенно начинали оседать в этих районах. И в 46-м году, сразу после окончания Второй мировой войны, был издан так называемый акт об улучшении жилищных условий, и вот это все темнокожее население начало искать себе, конечно же, жилье все-таки получше, поудобнее, покрасивее, и начало подниматься до, вот, дошло до уровня вот этого северного, района северный Лондел, и постепенно контингент, проживающий в этом районе, начал меняться, он начал меняться в связи с тем, что еврейское население этого района, кстати, мы все знаем, что вот в районе 31-й улицы и Лейкшор-Драйв, там есть Маунт Синай госпиталь, опять же, назвали его, именно потому, что когда-то это был еврейский район, и вот евреи начали потихоньку, потихоньку собираться, и перевозить свои семьи дальше на север, не на запад, а именно на север, то есть вдоль озера, тут было несколько причин, одна из причин была в том, что люди помнили, что причина, по которой Чикаго, как город, практически весь сгорел во время Великого пожара, сгорел он потому, что он когда-то, Чикаго, шел больше на запад, то есть вот от озера и наверх на запад в глубину, скажем так, материка, и одной из причин, почему этот город сгорел, потому что поставка воды была практически невозможна на такие расстояния, и вот постепенно город начал расползаться в сторону севера, все-таки вдоль озера, рассчитывая на то, что, ну, если не дай бог что-нибудь, значит, будем спасаться водой из озера Мичиган, и вот эти еврейские переселенцы, скажем так, они в основном, ну, самая большая часть осела именно в районах Роджерс-Парк в городе Чикаго, те, которые живут здесь, вы прекрасно знаете, что Роджерс-Парк начинается от улицы, скажем, Питерсон, и идет до улицы, ну, Прэд, немножко, за Прэд, до Туй, и выше от улицы Шеридан, где-то примерно до улицы Кедзи. Вот в эти районы начали переселяться жители еврейской религии, еврейства, некоторые все-таки решили пойти еще дальше и переселились в район Эвенстон, ну, и чуть-чуть дальше на северо-запад, то есть это был район Скоки. Вот такая получилась волна, которая переселялась все дальше и дальше на север. А тем временем район Лондейл полностью фактически был заселен чернокожим населением, причем евреи, когда уходили из этих районов, они действительно оставляли очень красивые чистые районы, очень красивые дома, причем я сказал не обязательно частные, это были двухквартирные, трехквартирные дома, которые располагались на ну вот на территории района Северный Лондейл. Действительно район был в шикарном состоянии, там были магазины, лавки, лавочки, продуктовые лавки, магазины одежды, магазины пошива, то есть вот действительно был замечательный замечательный район и я ну вот приехав сюда у меня так получилось, что я не сразу попал в русскую общину, я в Чикаго приехал в возрасте 17 лет один, потому что жизнь в штате Нью-Джерси меня не очень устроила, для меня это был слишком маленький городок, где я, куда я приехал со своими родителями и я в конце концов перебрался в город Чикаго, но так как я никого не знал в этом городе, я попал в район, который потом я понял, что туда лучше бы конечно на танке, но так как танка у меня не было, у меня даже машины не было, и я ничего лучшего не знал, я попал в район, который назывался Humboldt Park, опять же, те, которые живут в Чикаго, те прекрасно понимают, что это за район и почему я о нем так отзываюсь, опять же, я чуть позже об этом расскажу, так вот, я очень разговаривал очень много с людьми, которые выходцы из вот этого района Северной Лондейл, это люди, которые потом, то есть осевшие в Роджерс парке, я с ними разговаривал уже потом, когда я начал действительно общаться с многими людьми в еврейской общине, и мне начали рассказывать о том, вот как это было, что улица Розовелл была просто вот по-настоящему еврейской улицей, где звучали еврейские музыка, песни, ходили, то есть люди, опять же, друг друга знали, это были просто вот настоящие такое еврейское местечко, штейтл такой небольшой, вот, но, к сожалению, все это было замещено чернокожим населением, особенно с юга, хотя, люди, которые поднимались южане и пребывали в Чикаго, это были действительно трудяги, это люди были те, которые именно искали работу, которые именно хотели лучшей жизни для себя и своих близких, то есть к ним претензий никаких не было, претензия началась тогда, когда мэром города стал так называемый Дэлли старший или Дэлли папа, вот этот Ричард, в смысле ну да, Ричард Джан Дэлли по-моему даже честно сейчас вылетел из головы, вот он в принципе начал заниматься именно сегрегацией района, то есть он пытался сделать так, чтобы не мешать, как говорится, Буни с Шмуни, черные остаются там, белые переезжают сюда, его это полностью устраивало, мало этого, для того, чтобы прошу прощения, для того, чтобы избежать не дать черным распространяться дальше на север, Дэлли и папа начал застраивать вот эти вот так называемые праджекты, то есть чистое гетто, многоэтажные, высокоэтажные дома, в которых он собирался поселить вот все черное население города заселялись в эти дома и таким образом создавались как бы новые коммуны, так вот, вот я немножко забежал вперед, но закончился вот этот индустриальный бум и в Чикаго стало опять очень тяжело с работами, очень тяжело, во-первых, очень много из индустрии переселилось в такие штаты как Индиана, в такие штаты как Мишиган, то есть город Детройт и так далее, и в Чикаго практически не осталось работ, особенно вот для людей, которые не имели никакой определенной специальности, то есть люди без образования, люди без определенной специальности, которых устраивали на работу там чернорабочими, разнорабочими, вот для них работа закончилась, семьи начали распадаться, я говорю сейчас про чернокожее население, семьи начали распадаться, многие мужчины подались на в разные стороны, опять же, в поисках работы, в поисках лучшей жизни, оставив свои семьи вот там, где они проживали, в этом Норт-Лондейл, ну и в других районах, я сейчас просто, почему я говорю про Норт-Лондейл, потому что это очень такой яркий пример того, так называемой урбанизации, то, что происходило с очень многими большими городами в Америке, то же самое происходило с городом Балтимор, то же самое происходило и в Нью-Йорке с Гарлемом и так далее, то есть, вот такая типичная трансформация района, так вот, ну и дошло до того, что работ нет, дети подрастали без, как говорится, без отцовщины, пап не было, мамы там, у нее четверо-пятеро детей, она еле успевала за ними следить, о воспитании вообще практически разговоры не шло, и вот тут начались создаваться, ну, дети, знаете, когда нечем заняться, они ошиваются на улице постоянно, чем-то там, что-то они делают, где-то они подворовывают, где-то они подкрадывают, очень серьезно в этих районах начала развиваться индустрия криминала, то есть, кражи, разбой, вооруженный разбой, начали постепенно находить оружие, и вот так по чуть-чуть, по чуть-чуть начались создаваться банды, основная банда в этом районе Норт-Лондейл называлась Вайс-Лоренс, чернокожая банда, которая, в принципе, ну, занималась сначала таким мелким грабежом, разбоем, ну, а потом потихоньку начали подторговывать наркотиками, начали подторговывать оружием, и уже начали, как говорится, вести борьбу за место под солнцем, то есть, за определенные районы, даже вот этого, так скажем, одного района, они его делили на некоторые составные части. Давайте мы в этом месте сделаем небольшой перерыв, я потом продолжу, расскажу вам, что же там произошло. Итак, возвращаемся в программу Неполикторектное ток-шоу. Я надеюсь, вам интересен тот рассказ, который я вам сегодня предлагаю по поводу трансформации вот одного из районов города Чикаго, называемого North Londale, из действительно, ну, действительно замечательного района во второй по опасности район города Чикаго. Значит, первый по опасности в Чикаго это район Инглвуд, второй это район North Londale, третий это район так называемый Austin Neighborhood, то есть это в районе улицы Austin и 91 улицы, то есть этот район, опять же, для жителей Чикаго, вы примерно представляете себе, где это находится, ездить туда не нужно, проверять на опасность я вам этот район не советую, четвертым по опасности является район Розленд в Чикаго и пятым район Хамболд Парк. Вот в этом районе Хамболд Парк я и оказался в 79-м году, сняв квартиру прямо на углу улиц Western и Division и ну как вам сказать сейчас я понимаю, что я конечно там в принципе выжил чудом, чудом выжил, не знаю как это произошло, все-таки меня Бог сохранил, но тем не менее Хамболд Парк, чтобы вы понимали, что я рассказываю не только вот про еврейский район, я говорю, что именно еврейские районы были самые лучшие, а больше в Чикаго не было районов, нет, вот такой район как Хамболд Парк, я начал интересоваться его историей очень давно, я вообще обожаю город Чикаго, я люблю, я интересуюсь его историей, я интересуюсь историями разных районов этого города, происхождением этих районов, мне действительно это очень нравится, так вот, район Хамболд Парк чтобы вы поняли его границы, на южной стороне это улица Чикаго Avenue, которая проходит через украинскую деревню, на севере это улица North Avenue, на востоке это улица скажем так Дэймон и на западе это улица Кедзи, вот такой вот район, причем район когда-то это был просто великолепнейший, красивейший парк, там действительно, во-первых, там было озеро, там можно было взять в рент лодку, покататься, там можно было покормить уток, гусей, которые плавали по этому озеру, туда люди приходили отдохнуть, просто отдохнуть душой, район этот в основном заселяли люди из скандинавских стран, датчане, голландцы и кто там у нас еще был, датчане, голландцы и шведы, потом потихоньку туда же начали примешиваться люди из Германии, вот такая была, как говорится, каша из скандинава немецких стран или выходцев из этих стран, опять же, ну, вы понимаете, что как и в Скандинавии, так и в Германии, очень все, люди очень чистые, очень аккуратные, очень педантичные, они действительно создали себе замечательные условия, даже построили по тем временам пару так называемых небоскребов, это были здания высотой по 8 этажей, на тот момент считалось небоскребом, короче, создали себе там просто райский уголок, опять же, небольшая коммерция, то есть магазинчики, лавочки, пекарни, делы и так далее, люди жили и не тужили, все было шикарно, все было замечательно, опять же, до вот этого злополучного, ну, в этом случае это был 49-й год, если в случае Норт-Лондейл это был 46-й год, то тут это все, вот эта перетрубация началась, начала происходить в 49-м году и постепенно, так как даже чернокожее население пыталось тоже слегка продвинуться на север, вот они продвинулись как раз до границ улицы Чикаго и слегка за нее и там начали ну счастливо создавать себе там какую-то жизнь, но так как уже был опыт создания банд гейнгс, вот эти вайслордс, они попробовали расширить свою территорию и перенесли, вернее, не перенесли, а они распространили свое влияние не только на Норф Лондейл, но и на Хамбл Парк, но к их несчастью в район Хамбл Парк начали переезжать жители из Пуэрто-Рико, и вот тут уже начались серьезные, серьезные войны, потому что вот эти Пуэрто-Риканцы создали свою первую банду, которая называлась Латин Кингс, латинские короли, и вот Латин Кингс начали вести серьезнейшие войны с вайслордс, вплоть до того, что опять же, вот то, что мы видим сегодня, почему я вам рассказываю вот эти все истории, потому что это очень серьезно напоминает то, что происходит сегодня. Начались войны, началось сжигание районов целых, то есть, допустим, одна банда сжигала район, где жила, жили представители другой банды, начались отстрелы, начались бунты, начались серьезные, как говорится, у нас когда-то в Союзе говорили, стенка на стенку, и полиция уже как-то пытаясь это держать под контролем, просто не хватало полицейских, почему, потому что все-таки полиция это люди цивилизованные, это люди, которые пытаются защищать закон, и их численность была абсолютно недостаточной, они были не готовы к тому, что начало происходить в этом районе, и где-то примерно к 55-57 году уже Хамблд Парк стал только 14 процентов чернокожее население, и почти 80 процентов латиноамериканцев, то есть тут уже порториканцы, мексиканцы и черные, но проблема вся в том, что порториканцы с мексиканцами так же не могли ужиться, как и с черными, и если раньше были войны только между двумя бандами, то к тому моменту уже в районе Хамблд Парк орудовали 6 банд, 6, это те же Вайс Лорд, это те же Latin Kings, была банда Four Corner Kings, то есть банда четырех углов, Саймонс Гейнг, в общем, короче, я не буду вам морочить голову с их названиями, но 6 банд пытались поделить вот этот несчастный практически не очень большой клочок земли, и тем не менее, скажу так, по своему собственному опыту, потому что когда я туда приехал в 79-м году, Хамблд Парк фактически был полностью Порториканский район, полностью, то есть они оттуда просто вытеснили черных, они оттуда вытеснили даже мексиканцев, и вот если вы себе можете представить, ну вот улицы, да, допустим, я жил улица Western и Division, но я жил чуть-чуть западнее улицы Western, есть такая улица, ай-яй-яй, сейчас вылетел из головы 12-16, ну, не важно, короче, я жил как раз между Western и Калифорнией, то есть самый-самый такой центр вот этой Порториканской деятельности и вообще общины, как я туда попал, не знаю, не спрашивайте, там просто были дешевые квартиры, это именно то, что меня интересовало в 17 лет, меня интересовала цена жилья, которое я бы смог себе позволить, и как факт на тот момент те люди, которые опять же живут в Чикаго, имеют представление, у меня была трехбедрумная квартира, обставленная, меблированная, ну, назовем так, я за нее платил 125 долларов, в месяц, 125, трехбедрумная квартира, к этому, так как моя хозяйка, украинка, боялась приезжать в тот район, она просто вложила деньги в квартиру, она мне, меня попросила вечером, со среды на четверг, вытаскивать мусорные бачки в аллее, и за это она мне снимала еще 5 долларов в месяц, то есть, я платил 120 долларов за трехкомнатную, за четырехкомнатную квартиру, ну, вот, то есть, вот так я туда попал, больше мне посоветоваться было не с кем, поэтому, ну, вот так получилось, так вот, к чему я это все вам рассказываю, я это рассказываю именно для того, чтобы вы поняли, вот то, что произошло с North Lawndale, то, что произошло с Humboldt Park, то, что происходит практически со всеми районами больших, и даже небольших городов страны, куда приходит чернокожее население, и это дело тут не в расизме, тут дело в любви или не любви к чернокожему населению, тут дело в фактах, куда бы вы ни пришли, там, где обитает чернокожее население, там жить нормальному человеку невозможно, но большая, самая огромная проблема в том, что их эта жизнь устраивает, они не хотят другой жизни, они не знают другой жизни, поэтому, когда нам пытаются повесить лапшу на уши, что мы должны себя чувствовать привилегированным классом, потому что вот, у несчастных черных нет возможности улучшить свои жизненные условия и так далее, дорогие мои друзья, ну, я в это не верю ни на секунду, я слишком давно живу в Чикаго, я слишком много знаю о том, что происходит, я слишком долго жил и работал в районах, которые заселяемые этими черными, для того, чтобы понять, что посмотрите, что сегодня произошло с Эвенстоном, посмотрите, что сегодня произошло с Райджерс Парком, ведь уже на Туи и Кларк стреляют, это буквально в четырех блоках от полицейского участка на диван и Кларк, а там уже пальба, понимаете, поэтому давайте я приму звонок, я обещал, что я приму звонки, добрый день, вы в эфире. Добрый день, скажите, когда вы последний раз были в Хамблд Парке? Я вам скажу, последний раз я был в Хамблд Парке где-то года два тому назад, и я прекрасно знаю, что вы мне скажете, что это уже не тот Хамблд Парк. Абсолютно не тот. Согласен, согласен, но почему этот Хамблд Парк... Там черные уже не живут. Они там и не жили. И пуарториканцы уже не живут. Вот, а почему, Феликс? А потому что так же, как что случилось с Линкольн Парком, вы знаете? Нет, скажите мне, почему не живут в Хамблд Парке? Просто скажите. А я вам скажу. Да. Просто они не могут себе позволить там жить. О, вот. Потому что в тот момент, когда началось умное планирование района, когда подняли цены, когда начали рушить... Вот. Так для этого, для этого нужно иметь вот эту политическую волю, чтобы отобрать эти районы и привести их опять в чувство. Это не политическую волю, а это нужно людям, которые есть деньги, которые хотят заработать на реал-эстейте. Окей, хорошо, согласен. Но для этого, для этого нужны серьезные капиталы вложения, вы согласны? И для этого нужно... этого вложения, чтобы сделать Линкольн Парк другим и сделать Хумбалл Парк тоже другим. Правильно, конечно. Я вам говорю... Я же вам не говорю о том, что сегодня делается там. Я вам говорю о том, как испоганиваются районы, в которые... Вы сегодня... Возьмите ради интереса. Сядьте в машину. Я вам скажу честно, вот клянусь, мне вас не жалко. Поезжайте в район 91-й и Остин. Поезжайте. Я знаю, что там. А вы узнаете, что там находятся фордовские заводы и черные там живут довольно хорошо? Близко там не находят. Вы ерунду говорите, вы меня, конечно, извините. Где находятся фордовские заводы? Все, Феликс, у меня нет времени с вами. Добрый день, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я, в отличие от вас, остался в Нью-Йорке и первое время жил в Канарсе, если вы знаете. Конечно. Это был стопроцентно белый район в 90-х годах. И потом мы пришли черные ребята, устроили погромы и все. И с того момента все белые утекли. Первый, конечно, наш еврей. А теперь уже туда, как говорит Высоцкий, не заманятой наградой. Да. Вот. И сейчас вот с появлением таблази он помещает вот эти, как вы уже рассказали в истории вашего мэра бывшего. И он то же самое делает в тех районах, где живут богатые. Он помещает, там строят эти праздники и белые, в смысле, богатые люди тоже так же утекают из нашего города и наш город становится тоже похожим на ваш. Я вам скажу честно, я не мог себе представить, ну, я жил в Нью-Йорке недолго, в 79-м году, в Вашингтон-Хайтс. Но потом я приехал туда в 91-м году. И я попал на Шипсхедбей, на 8-ю и Шипсхедбей. Я не мог поверить своим глазам. Они просто превратили этот замечательный район, прошу прощения, в задницу. Хотя там жили к тому времени, то есть там жили кто? Русские и черные. Вот в этих высотных этих домах, ну, ну, я не, честно, я не представляю, вот, я знаю, что там люди жили, я понимаю, что, ну, люди живут там, где они могут себе позволить жить. Но рядом с Кони Айленд, с таким замечательным, с таким знаменитым, исторически знаменитым районом, как Кони Айленд, создать вот такую вот Клоаку. Можно вас попросить? Конечно. Вот у вас уступает наш Алексей Орлов. Да. Я хочу говорить благодарна за то, что вы сделали экскурс в истории вашего города. Не могли бы попросить сделать то же самое по отношению нашего мира? Когда появились первые евреи, когда появились черные и так далее. Вот то же самое, что вы рассказали нам. Обязательно сделаем. Обязательно. Спасибо вам большое. Будьте здоровы. Добрый день. Вы в эфире. Добрый день, Толик. Добрый. Я могу сказать, потому что проработал 10 лет, почти 10 лет постин эрея. Перед тем, как туда что-то кого-то запускать инвесторов, надо знать, надо сначала дать полиции работать нормально. Это первая на. Адьяси, абсолютно серьезно. Да, я согласен. С полицейскими и с жильцами там у нас были дома. Пока там не будет полиция, делать нормальную работу, я не буду давать делать нормальную работу. там ничего не будет, туда никто не пойдет. Ни один инвестор. И я тебе скажу даже больше. Когда там, будучи на полицейском, там у них есть митинги с лендлордами, они собирают. Да. И, ну, это было где-то 2006-2007 год. И, собрались там все черные лендлорды и пришли 5 или 6 полицейских и они начали на полицейских буром давить, что типа вот как там стоят наши домов, продают наркоту, а вы приезжаете, потому что полицейские сказали, мы приезжаем быстро, только если стрельба или ножи. Да. Если там наркоту продают, 4 часа надо ждать. Так, короче, эти черные начали давить на полицейских, они стояли, молчали, молчали, потому что их самый молодой не выдержал и говорит, слушайте, говорит, год назад, когда мы хватали этих, кто продает наркоту, вы орали благиматом, что это мои родственники, мой сын или мои племянники и кричали, чтобы вы их отпустили. А теперь вы сами жалуетесь на это. Ну, серьезно. Я-то это знаю, просто у нас есть некоторые люди, которые считают себя самым умным, они просто не понимают вообще, о чем они говорят. Да, пока там не будет нормальной работы полиции, туда никто не пойдет. Зорик, я тебе скажу, до тех пор, пока не наймут достаточное количество булдозеров и не снесут к чертовой матери вот эти трущобы и вот эту рассадник этой, понимаешь, вот когда сделают, я тебе скажу, кстати, я недавно оказался, давно там не был в районе 18-й Холстед, давно не был. Я там работал когда-то, когда там был South Water Market. Я там отработал 4 года. Вот то, что... Хорошая эра была еврейская в начале века. Классно, ее же называли Jew Town. Да. Это же был Jew Town, это Maxwell Street Market, откуда пошло наше название Maxwell Street Clasmer Band. Это же было действительно Jew Town, да? Я там оказался пару лет назад, ты знаешь, я честно не узнал, потому что построили такие классные таунхаузы, вот эти Row Houses, они эту эрию просто возобновили, они в нее вдохнули жизнь. Ну, мамочки, ну ты проезжаешь буквально три блока East до Lakeshore Drive, и вот этот King Drive, и вот это вся эта, не знаю, как это назвать. Я тебе скажу больше, я был две недели назад, я был в Даунтауне, я там давно уже не был, проезжал. Даунтаун производит очень плохое впечатление, забитые витрины, даунтаун, не аптаун, да, 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 забитые витрины магазинов, через каждые два-три блока стоят группы полицейских по три-четыре, такого никогда не было здесь. Кошмар. И как они собираются туристов загонять в этот несчастный даунтаун, ты мне скажи. Не сделают они это. Опять-таки, пока полиции не разрешат работать, как нужно работать в полиции. А опять же, объясни мне такую вещь. Я это говорил еще 30 лет тому назад, когда мы пацанами бегали там на Раш-стрит, да? Да. Объясни мне, как можно было создать Раш-стрит и ровно через два блока по дивизи... по... Ай-яй-яй-яй... Как ее? Два блока, скажем так. Два блока на Вест, когда у тебя Кабрин и Грин. А. Объясни мне, как туристы, которые попадают в даунтаун, которые ходят, гуляют по Раш, и которые гуляют по дивизион, по стейт дивизион, и попадают в Кабрин и Грин, и даже не зная этого, как можно было построить такие районы, создать? Да, Кабрин и Грин, это, конечно... Ну да. Я там делал ДВ, когда мне черные бросали в трак камни, клязали, иди сюда, в Айтеф. Да-да-да. Спасибо. Давай, Зорик, обижай. Счастливенько. Добрый день, вы в эфире, 20 секунд. Добрый день, я бы хотела, я звоню из Техаса, я бы хотела, чтобы вы обратили внимание на то, что какие негры, каким неграм целуют белые ботинки. Обратите, пожалуйста, внимание, там на этом видео, в правом нижнем углу стоит звезда Давида, и эти негры, они считают себя избранным коленом. Это единственное видео, которое на всем интернете растиражировали, и я бы не хотела, чтобы мое любимое радио вы, NVC, я вас благословляю, желаем вам успеха. Спасибо. Чтобы вот это тоже тиражировало, не целуют белые, там два человека, что-то они там смеются. Спасибо большое, прошу прощения, мне нужно бежать. Всем огромное спасибо, поздравляю вас с наступающим Форт оф Джилай, получайте удовольствие, берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова